Всем привет! И сегодня мы продолжим чтение книги о кундалини-йоге и дыхании огнём. Мы с вами регулярно дышим на практиках кундалини-йоги. И вот как писала об этом Шакти Парвакаур Хальса, если бы мне нужно было составить рекламное объявление о дыхании огнём, я написала бы примерно следующее. Ваши нервы оголены? Вы по малейшему поводу выходите из себя? Попробуйте этот особый вид пранаямы – дыхание огня. Фактически дыхание огня изолирует ваши нервы. Оно покрывает их невидимой, но надёжной защитной пранической оболочкой, которая может сохраняться несколько дней. Йоги утверждают, что при регулярной практике дыхания огня избавит вас от неконтролируемых, и ставящих вас в неловкое положение вспышек гнева. И вы увидите и удивите своих родных и друзей спокойным и безмятежным нравом благодаря практике дыхания огня. В общем, суть вам ясна. Дыхание огня удивительным образом укрепляет все 72 тысячи нервов. А благодаря тому, что оно способствует увеличению ёмкости лёгких и позволяет в целом дышать медленнее, оно также активирует интуицию. Дыхание и интуиция. Вот как это работает. Когда мы дышим с частотой меньше 8 раз в минуту, мы стимулируем секрецию гипофиза. Гипофиз – это не только главная эндокринная железа нашего организма, он также является пропускным пунктом, пультом управления для нашей интуиции. Гипофиз. Чем активнее работает гипофиз, тем более активной и доступной становится интуиция. А это значит, что мы лучше знаем, что нам нужно делать. Мы лучше знаем, что нам нужно делать. Мы обретаем внутреннее руководство. То непосредственное, мгновенное осознание, когда мы просто знаем. Когда можем действовать быстрее, решительнее и с большим пониманием. С помощью медитации кундалини-йоги вы научитесь тому, как использовать свой медитативный ум и призывать интуицию по собственному желанию. Физические эффекты дыхания огнем. Это очищающее дыхание, поэтому, выполняя его впервые, вы можете заметить некоторые физические эффекты. Так, в процессе этого дыхания у вас может появиться головокружение, особенно если в вашей крови содержится много токсинов. Не беспокойтесь об этом, просто продолжайте дышать. Это может быть не очень приятно, но не опасно. Это просто следствие того, что ядовитые вещества выходят на поверхность. Оттуда они могут быть выведены из организма. При любых процессах очищения, таких как очищающие диеты или голодание, мы можем сначала испытывать слабость. Можем даже чувствовать себя немного хуже, чем раньше. Однако, если мы будем продолжать, то в конце концов освободимся от токсинов, которые иначе остались бы внутри нашего организма и накапливались бы там до тех пор, пока в один прекрасный день не решили бы проявиться в виде какой-нибудь болезни. При выполнении дыхания огня могут возникать и некоторые другие предсимптомы. Так, например, вы можете чувствовать жар или холод в ноздрях или давление в переносице. Некоторые люди чувствуют зуд или щекотание, у других не возникает ничего подобного. Все эти ощущения являются случайными и временными, пока ваш организм не настроится. Не обращайте на них внимания. Дыхание огня порождает много жара, поэтому тело разогревается. Попробуйте подышать так в прохладный день. Дыхание огня обычно усиливает кровообращение, и поэтому женщинам не рекомендуется практиковать его в критические дни. Дыхание огня можно сделать еще более сильнодействующим, соединив его с мантрой Вахэ Гуру, Вахэ Гуру. Просто повторяя ее мысленно снова и снова в ритме дыхания. Вахэ Гуру, Вахэ Гуру. И что это означает? О, как Бог удивителен и великолепен. Это мантра экстаза. Или же можно мысленно 6 раз повторять бич-мантру Сатнам, 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 Сатнам. И в конце Вахэ Гуру. Домашнее задание. Будьте добры к себе. Начните регулярно практиковать дыхание огня. Каждый день садитесь. Ставьте перед собой часы или таймеры. Просто делайте дыхание огня. Уделяйте этому 5 минут каждый день. Начните с 30-секундных сессий. При необходимости делая между ними несколько глубоких продолжительных вдохов и выдохов. Практикуйте. Ежедневно увеличивайте продолжительность сессий. И к концу недели вы сможете спокойно выполнять дыхание огня 2 минуты без перерыва. И конечно помните. Заниматься нужно только на пустой желудок. Не ешьте ничего за час. И только очень легкую еду за 2 часа до любых занятий йогой. Дыхание огня является важным. Продолжение следует...